Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, вы на моем гитарном канале. Сегодня я вам расскажу про 5 вещей, которые я посоветовал бы себе самому 10 лет назад, когда я начинал играть на гитаре, ну там что-то я уже играл, но в общем я посоветовал бы их себе вот в самом осознанном возрасте, когда я уже гитарой очень плотно начал заниматься. И подписывайтесь на мой канал, если хотите больше видео видеть и всякие интересные штуки, вовремя узнавать о них и также обязательно проходите по ссылочкам внизу, качайте там гитарные пэки, книжки, вступайте в клуб, в общем много-много всякой интересной инфы и обязательно дождитесь ссылочек на видосы в конце этого видео, в подсказочках там есть интересные такие заставки, где можно перейти на видосы про клуб, про книжки, про всякую движуху. Спасибо. Итак, есть проблема, заключающаяся в том, что я бы себе мог сократить кучу времени на занятия гитарой, если бы не занимался фигней. Заняться фигней нам хочется всем всегда в любой период времени, там мы маленькие, большие, если мы просто учимся, что угодно, только не работать, не делать то, что необходимо прямо вот конкретно для достижения конкретной цели, и цели у многих, собственно, и нет. Особенно, если дело касается каких-то музыкальных штук, потому что вообще непонятно, куда и зачем стремиться, собственно, видосы, почему музыкальное образование потеряло вектор вообще, куда двигаться, я уже делал, и, собственно, вот этого вектора у многих и нету. А если вы для себя это делаете, то тоже непонятно для чего, только если не сыграть на день рождения, там, любимой девушке или парню какую-то песенку или записать что-то со своей группой, но тоже непонятно, куда потом этот материал девается, если у вас изначальная дорожка уже в голове не выстроена. Но если все выстроено, то классно, и вот вы хотите, у вас интенсивный какой-то режим, когда вы прямо фигачите, там, играете, что-то репетируете, это здорово, но есть маленький нюанс, заключающийся в том, что можно весь этот путь себе до достижения некого успеха сократить. И вот я сам себе хочу дать сейчас интересные советы, которые как раз позволили бы мне тогда сократить кучу времени и сохранить их на то, чтобы заняться чем-то более полезным. Первый совет — это заниматься гармонией, то есть с самого начала. Это септаккорды и трезвучия во всех видах. Чтобы знать по всему грифу абсолютно все аккорды, ноты и так далее. Чтобы можно было, как говорил, был такой Николай Михайлович Головня, классный преподаватель, ученик моего преподавателя Владимира Константиновича Бранда, он говорил своим студентам, что нужно уметь любой аккорд обыграть из любой позиции. Это абсолютная правда. То есть помимо того, что надо знать аккорды, которые вот можно в любой момент, в любом месте поставить, написано домэйдж, все, ставим домэйдж здесь, если мы находимся в районе девятого лада, или если в районе третьего-пятого, или если там с открытыми струнами, или как-то еще, на определенной группе струн. И также важно его мелодически здесь обыграть. Я бы вот на это потратил, честно говоря, большую часть времени, потому что кажется, что я занимался хренью. Второй момент, про который важно сказать, это поменьше времени уделять, естественно, пентатонике, несмотря на то, что все равно во всей профессиональной деятельности это был самый популярный звукоряд, который я использовал на сессионных каких-то проектах, там, записях или концертах с артистами, при проектировании соло, там, когда я придумывал какие-то соло-конструировал, или где угодно, на джемах, в импровизации, там, ты играешь какое-нибудь соло импровизационное, и ты там что-то помимо пентатоники, там, мажор и минора сыграл, на тебя все уже так смотрят, типа, чувак, ты что делаешь, зачем ты это играешь? Вот чтобы этого не было, в общем-то, побольше внимания я бы уделил как раз непосредственно, там, всяким ладам, звукорядам, именно в нужный момент, поправочка, да, потому что многие за них хватаются в самом начале, и это как бы ведет к тому, что ребята потом не понимают, что с этим делать. Но чтобы понимать, что с этим делать, нужно использовать это по факту. Вот вы играете блюз, там, раз, миксолидийский лад, там, поняли, как играется, допустим. Раз и обыграли малый мажорный, получилось классно. Вот именно так это должно быть у нормального гитариста, гитариста, у которого нет предрассудков относительно, там, звукорядов и свободы в визуализации грифов. Третий элемент, вот, кстати, ритмикой я нормально занимался, поэтому она мне в целом хорошо далась, то есть я с ней меньше всего проблем испытывал, но, тем не менее, все-таки третьим элементом я бы отвязывался от первой доли, то есть от ориентации на первую долю, больше играл бы на вторую-четвертую, чего метальные гитаристы вообще не смогут сделать никогда, большая часть, то есть для них это проблема, когда ты ногой стучишь, там, допустим, вторую-четвертую, а играешь на первую-третью, ну, типа, как бы, просто вторую-четвертую ногой стучишь, и играешь на нее тему какую-нибудь. Джазовые гитаристы обычно это делают. Раз, два, три, фор. Ну, то есть вот я стучу ногой себе на вторую долю, и как бы это делаю относительно свободно, поэтому было бы круто, если бы я этим побольше занимался. Со звуком тоже у меня не было особых проблем, то есть я сразу практически нашел людей, которые мне рассказали, что надо играть в ламповый комбик, там, атака и все вот это. Четвертым советом я бы себе точно дал играть вообще со всеми, то есть максимально со всеми, максимально везде. То есть я не говорю про какие-то там выставочно-конкурсные истории, а именно взаимодействие, коммуникация с музыкантами. Вот у многих музыкантов с этим не было проблем, а у меня они как раз были. Я как-то что-то, какие-то комплексы были, там, с кем играть, с кем не играть, почему там вот этот круче меня играет, почему не круче. Вообще нет никакой разницы. Просто подходишь людям, и я бы сейчас вот себе дал такой совет. Берешь, подходишь к людям, говоришь, слушай, я хочу с тобой поиграть, есть вот такой материал, то-то, то-то. И не бояться это делать, и, собственно, об этом сейчас будет пятый мой совет самому себе. Но вообще не бояться это делать, максимально коммуницировать с людьми, потому что нет никаких предрассудков. Ты вот думаешь, что тебя могут воспринять за идиота, а на самом деле всем по барабану, у всех своя точка зрения, и кто что думает вообще не важно, потому что у тебя есть задача просто с кем-то поиграть, набраться у опыта. И это единственное, что для тебя имеет значение, не имеет значения абсолютно, что этот человек о тебе подумает. То есть не надо это, конечно, делать как идиоты, как какие-то не совсем в себе ребята, которые делают это неприятно для своего оппонента, которого ты вызываешь на контакт вместе с собой, на партнерство некое. А когда вы загоняетесь, просто не имея никаких для этого абсолютно причин, когда все у вас классно происходит, и вы классные ребята, то просто идите и играйте вообще со всеми, и вы гораздо быстрее поймете, ну, я бы сам понял, да, ты поймешь гораздо быстрее, что надо делать, что у тебя не так, что надо подтянуть, тебе дадут советы, и люди очень любят давать причем советы, даже бесплатные, соответственно, ты просто все это в голове, если правильно переваришь, то из тебя получится классный музыкант, и ты узнаешь гораздо больше людей, можно не получать никакого образования, и во тусовку абсолютно вливаться вот таким образом. Ну и пятый элемент, конечно, это сочинять максимум музыки, спрашивать все у всех, и забыть про любые предрассудки. То есть сочинять музло регулярно, показывать его всем, взаимодействовать с людьми, спрашивать хорошо, нехорошо, если даже, вернее, не так, спрашивать, что они по этому поводу думают, переваривать все эти мысли, на этой почве знакомиться, общаться, и, в общем-то, вот это самый главный посыл, это продолжение предыдущего пункта, но, тем не менее, это супер важно, именно тут зарождается музыкальная основа каждого классного музыканта, именно вот таким образом, не другим, вот именно вот так, и именно в такой манере. И если так делать, то получится абсолютно максимально здорово. Друзья, такие советы, вот они вам всем, скорее всего, тоже пригодятся, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы их было больше, а также проходите по ссылочкам внизу, в описании, там можно вступить в клуб, там куча таких людей, где я отдаю им советы, помогаю разбираться в их творческих нюансах, в каких-то сложностях, теоретических, технических. Также включайте модель развития гитариста, это бесплатно, и всякие пособия, платные и бесплатные, тоже на сайте, и пэки у меня на главной странице сайта. Спасибо, друзья, до новых видосов, с вами был Миша Ряженко.